В современное время автомобиль уже не просто роскошь, а естественная необходимость. Число автомобилей в России продолжает расти, а также автомобильных заводов, которые изготавливают для них детали. Любой автомобиль ломается, поэтому продажа автомобильных запчастей всегда будет актуальна. Если вы захотите открыть свой собственный магазин автозапчастей, к этому нужно подойти серьезно и составить бизнес-план. Магазин автозапчастей будет ориентирован на рядового автолюбителя, который может сам разобраться со своими техническими проблемами и не обращаться в СТО. Такие водители заинтересованы в широком ассортименте автозапчастей и приемлемых ценах. В перспективах небольшой магазин автозапчастей может начать сотрудничество из СТО. Если вы хотите открыть небольшой магазин автозапчастей, мы рекомендуем зарегистрировать вам индивидуального предпринимателя, либо сразу можете подать документы на ООО. Магазин автозапчастей – конкурентный бизнес. Вам нужно будет изучить своих будущих конкурентов перед тем, как составить свой ассортимент продукции и выбрать ценовую политику. Вы можете сделать анализ их закупок, какие они продают автозапчасти и по каким ценам. Для создания хорошего магазина автозапчастей вы должны разбирать в автомобилях, а также знать, что в них ломается чаще всего. Вы должны будете отличаться от своих конкурентов и предложить клиентам муд. Ваш магазин автозапчастей надо будет активно рекламировать, вы можете устраивать акции, скидки, рекламу можно давать как в СМИ, так и в интернете. Рекомендуем создать для своего магазина автозапчастей интернет-магазин. Это поможет более наглядно рассказать о вашем ассортименте и привлечь новых клиентов. Особенности бизнеса магазина автозапчастей. Мы рекомендуем составить бизнес-план магазина автозапчастей, это поможет вам увидеть все нюансы бизнеса и дать прогнозы. Место расположения магазина имеет значение, желательно, чтобы оно было рядом с трассой, автомойкой или парковкой. Для магазина вам подойдет помещение на 40-50 квадратных метров, его можно будет взять в аренду. Вам нужно будет найти хорошего оптового поставщика, большинство товара должно быть в наличии у него на складе, также у него должны быть приемлемые цены. Изучив конкурентов, вы поймете, как устроен этот бизнес. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Арендовав помещение, вы должны будете кроме самих автозапчастей закупить туда мебель, витрины и стеллажи, а также кассовый аппарат. Для начала можно самому заниматься продажей автозапчастей, так вы больше узнаете нужны клиентов, что чаще всего ломается у них в авто и больше вникнете в бизнес. Поначалу можно будет пользоваться интернет-бухгалтерией, а позже нанять бухгалтера и продавца-консультанта. Мы оцениваем старт в этом бизнесе на уровне 30 тысяч долларов, это минимум, который позволит вам запустить небольшой магазин. Если все пойдет нормально, то окупится подобный бизнес в течение нескольких лет. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Продолжение следует... Продолжение следует...